Привет, друзья! Ну что, начнём учить испанский? Сегодня мы с вами проходим испанский алфавит, El alfabeto español. В испанском алфавите 27 букв, 27 letras. И несколько диграфов. Диграфы – это сочетание двух согласных букв. Ну, всё постепенно. Пойдём шажочек за шажком. И начнём с вами с алфавита. Здесь вы видите, что красные буквы – это гласные, отмечены красным цветом. И некоторые ещё здесь есть пометки. Вот те пометочки, те буковки, которые подчёркнуты двумя красными линиями, это будут буквы повышенной сложности, условно мы так назовём. Мы их разберём в отдельных видео, точнее, правилах чтения. И то же самое относится к буквам, которые подчёркнуты зелёной волнистой линией. Их мы разберём в одном общем видео далее. А пока сегодня в этом видео правила чтения мы не изучаем, только название букв. Итак, алфавит нас уже заждался. Поехали. Я называю каждую букву по одному разу. На каких-то сложных моментах буду останавливаться. Итак. А. Б. С. Язык между зубов. С. Т. Д. Э. Э. Х. Вот здесь вот в горле. Х. Э. Эй. Здесь будто бы и краткое. Эй. Эй. Эм. Эм. А вот это. Н. Мёгкое. Эн. Эн. Мы язык поставили наверх, попели ЭНЬ, мягкое НЬ, и отпустили ЭНЬЕ. То есть не должно получиться НЬ. Вместо мягкого знака должна получиться мягкость. ЭНЬЕ. О, П, КУ, Р, С, Т, У. У, Б, это не В, а Б, У, Б, У, Б, У, Б, ДОБЛЕ, ДОБЛЕ, это двойной, то есть двойная буква У, Б, У, Б, ДОБЛЕ. ЭКИС, ИГРЕГА, ГРЕГА значит греческое, то есть И греческое, а вот это И латинское. ИГРЕГА, ФЭТА, опять язык между зубов, ФЭТА. Здесь ещё отмечу то, что испанский, как вы знаете, распространён не только на территории самой Испании, но и в ряде других стран. И в частности в Латинской Америке вот эти две буквы ФЭ и ФЭТА будут произноситься не с межзубным, а с простым С, то есть СЭ и СЭТА. А в Аргентине, сейчас я найду, вот эта буква будет произноситься не ЭЙЕ, а ЭЩЕ. То есть вместо Е мы говорим Ш, вместо вот этой части языка, если мы сбоку на него посмотрели бы, не Е, а Ш, вот этой частью. Ещё скажу про диграфы. Смотрите, мы сказали, что 27 букв у нас в алфавите. Если вы всё это посчитаете, получится 29. Дело в том, что Ч и ЭЙЕ до 1994 года считались частью алфавита, то есть были отдельными буквами, потому что они отдельный звук дают. Но с этого времени, с 1994 года, Реальная Академия Ишпанёла исключила их из алфавита, то есть официально теперь они диграфы. Но в самоучителях, в учебниках, в русскоязычных, в испаноязычных вы всё ещё можете их увидеть как часть алфавита условно, потому что они важны, они часто встречаются, и мы тоже должны знать, как они называются, какие звуки они дают, мы рассмотрим дальше. На этом, пожалуй, всё. Жду вас в следующих видео, где мы с вами рассмотрим уже правила чтения. Адьос! Адьос!